За последние несколько месяцев в районные отделения полиции Рязани все чаще стали обращаться потерпевшие с заявлениями по различным фактам мошенничества. Как правило, мошенники действуют по четко отработанной схеме. Звонят людям определенной возрастной категории, входят в доверие и пытаются получить от них нужное им сведение. Основными жертвами становятся в основном старики, которые не понимают, кто им звонит, предоставляют информацию, которая не должна быть у посторонних лиц. В основном это информация касательно кредитных карт, номеров кредитных карт и кодов безопасности, которые расположены с тыльной стороны карты. Злоумышленники в процессе разговора идут на различные ухищрения, имитируют голоса близких родственников, представляются сотрудниками коммерческих или правоохранительных структур. Все эти воздействия на собеседников делаются только для того, чтобы добиться нужного им результата. Многие жители города становились их жертвами, но были и те, кто не поддавался на уговоры. Звонили давно на сотовый, не знаю, где брали телефон, но типа говорили так, что подделывали голос, типа какой-то такой молодой голос, попали в беду, куда-то что-то такое. Я сразу прерывала разговор, даже не стала дослушать. Сейчас сотрудники Министерства внутренних дел не только пресекают деятельность мошенников в рамках закона, но и проводят различные мероприятия по предотвращению случаев мошенничества. В каждом районе города участковые проводят разъяснительные беседы с горожанами, объясняют им, как не попасться на уловки телефонных преступников. Проводим мероприятия, направленные на предотвращение данных фактов, ведем разъяснительные беседы с гражданами, с населением, дабы предотвратить и спрофилактировать данные события до их наступления, чтобы обманутых граждан стало как можно меньше, и сократить численность преступных деяний в отношении обычных граждан. Борьба с телефонным и интернет-мошенничеством не останавливается ни на минуту. Сотрудниками правоохранительных органов задержаны многие мошенники. Возбуждены десятки уголовных дел. За последние пять месяцев злоумышленники незаконным путем заладели 32 миллионами рублей. Рейдовые мероприятия по работе с населением будут продолжены для того, чтобы пострадавших рязанцев от происков мошенников было как можно меньше. Редактор субтитров А.Семкин